Часто организаторы путают, что соревнования для организаторов, а мы считаем, что соревнования для людей, для спортсменов, для тренеров, для зрителей. Ну и для того, чтобы БЖЖ Фикс смог сделать хороший концент. Ну что, друзья, сегодня утром ехал в Козди, ну случайно мимо Тулы проезжал. Смотрю, в сетке на кубке губернатора Тольской области, а оказывается в финал вышел Эдик Димура и Адам Богданов. Да, я думаю, заеду, посмотрю. 11 мая, славный город Тула. Надо отдать должное Евгению Юрьевичу Коротких. Тула-арена, пожалуй, самая крутая площадка за всю историю турниров по джиу-джитсу в России. Если я не прав, поправьте меня. Пойдем посмотрим, что там внутри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, Тула, кубок губернатора Тульской области по джиу-джитсу. Сегодня я приехал спецом для того, чтобы посмотреть, как выступают спортсмены в разделе НИВАЗа. Первый вопрос, который может нас заинтересовать, представлены ли на кубке губернатора Тульской области черные пояса по бжж? Да, представлены. Правда, все они либо на позициях рефери, либо на тренерских позициях. На ковре в сетках, кажется, только два блэк-белта, но, тем не менее, борьба могла бы быть очень бодрой, если бы я на нее успел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, получается, что единственная доступная электричка на сегодня для меня была эта электричка на 6.40 с чем-то. И я аккурат приезжаю к последнему матчу в дивизионе Адалтов. Как раз, слава богу, финальная схватка Адама Богданова и Эдуарда Димура. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас на ковре небольшой перерыв. Я так понимаю, что готовятся юные спортсмены. Но Евгений Юрьевич Коротких обещает, что вот сейчас в категориях молодежи будет жарко, активно. И вот я смотрю, уже заполняются трибуны. Появляется такой шум родительский, шорох. В целом, красиво, тихо, мирно и невероятно эстетично выглядят ковры. Надо отдать должное дизайнеру сегодняшнего ивента. Все очень стильно подобрано по цвету. Синий, белый и немножко красного на некоторых поясах некоторых спортсменов. Расскажи, ты сегодня здесь в качестве кого? Я сегодня в качестве суди, старшего суди на ковре. Судим схватки, ведем прямую трансляцию. В общем, занимаемся спортивным мероприятием. Отлично. Скажи, что сегодня происходит, что интересного мы пропустили? И что интересного ты бы посоветовал мне пропустить? Ну, самое интересное, что сегодня было, наверное, это категория 7,7 килограмм. Адалты в финале боролись два черных пояса. Адам Богданов и Эдуард Димура. Это показывает, что на региональные соревнования приезжают черные пояса и реально показывают хорошую, красивую борьбу. И дают пример молодым ребятам, которые борются потом. Скажи, ты в курсе, сколько сегодня регионов здесь представлено? Здесь же не одна Тула и не одна Москва, я так понимаю. Тульская область, Московская область, Воронежская область, Рязанских много ребят приехало. И Санкт-Петербурга ребята приехали. Ну, я думаю, 7-8 регионов точно здесь. Мне кажется, даже больше. Век живи, век учись. И вот сейчас на судейском брифинге для представителей команд я сделал для себя небольшое открытие. Оказывается, в дивизионах U10 и U12 запрещены броски с колен, дропсионаги, мельницы и прочие истории. Абсолютно запрещены все удушающие, а из болевых разрешены только рычаг локта и американо. Удивительные маленькие открытия про маленьких спортсменов. На матах новое поколение джитсеров. Шикарные боевые малыши. Причем есть ребята, которые нам уже давно знакомы по другим турнирам, которые уже даже умудрились засветиться на Badger Freaks TV. И абсолютно незнакомые нам юные спортсмены. В общем, приятно, что мы видим все больше и больше новых лиц в детских дивизионах. Да, собственно, и во взрослых тоже приятно. Просто взрослых мы сегодня не очень много увидим. Субтитры сделал DimaTorzok На ковре не только юные спортсмены, но и, похоже, самые юные рефери. Эксплуатация детского труда. А еще можно на такого рефери немножко надавить авторитетом. Я смотрю, здесь еще и юниоры-судьи присутствуют. На одном из коврей я увидел буквально ребенка, такой мальчик светленький в очках. Да, Ваня Ильин, ему на самом деле лет 14-15, он легковес просто. Но на самом деле судит довольно-таки хорошо, так что на его размер не смотрите, он духом сильный и правила хорошо знает. А если на него дядька какой-нибудь с авторитетным черным поясом подойдет и начнет право качать, как он отреагирует? Не сдуется? Ну, здесь на самом деле тренера все адекватные, он на самом деле не сдувается. Когда у него спорная ситуация происходит, он подходит к главному судье, консультируется с ним и выносит решение. То есть со старшим товарищем проконсультировался, ситуация урегулирована и соревнования дальше продолжаются. Больше всего в детских дивизионах мне нравятся секундированные. Сбивай, 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 и спину заберешь. Сбирай, не отдай. Собирай, собирай, собирай. Ничего странно, что можешь перевернуться. Не спи. Лезь на спину. Коленями далеко от него не уходи. Плати газ, пройди газ. Счищай. Одну руку держать надо, Макс. И пошел. Давай. От него головой до конца, да, 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 да. Че от него в этот руку полез? Придурок. Прикольная штука. И большим и маленьким спортсменам, призерам и победителям Кубка Губернатора Тульской области вручаются сладкие подарки. Это очень прикольно. Особенно это, наверное, ценно для тех детишек, которые немножко корректировали вес, а кто-то и вовсе гонял согласно суровым заветам своих родителей. Ну, вы понимаете, о чем я. Евгений Юрьевич, ну, сейчас здесь все так красиво, и вы весь такой официальный, да еще и с официальным значком. Сейчас вот приближу. Вот, вообще шик. Что хочется прямо вот внести к какой-то неофициальности. И задать вам такой простой вопрос. Ну, че, как? Хорошо. Отвечу в двух форматах. Первое, в официальном формате, когда мы можем зафиксировать хорошее качество, хорошее количество прекрасных людей вокруг, включая Алексея Беляева. И неофициальное то, что, ну, праздник спорта удался, уже можно тоже зафиксировать и сказать, что согласно уставу Федерации джиу-джитсу Тульской области, мы выполняем основную задачу, это развитие и популяризация вида спорта джиу-джитсу на территории Тульской области. Тогда такой вопрос. Назовите три ключевые особенности джиу-джитсу в Тульской области. В Тульской области? Ну, это молодость, потому что тут практически, когда мы сюда пришли, не было. Мы, по сути, в чистом поле находимся. Это первое. Второе, что государство в лице губернатора Тульской области Дюмина Алексея Геннадьевича, всецело нам в этом помогает, это очень круто, на самом деле. Это второе и третье, что нам удалось сюда пригласить очень много людей, очень классных борцов, которые действительно здорово работают в этой части. То есть, ну, это три, как бы, особенности, наверное, я не знаю, удовольствия от этого всего. Как-то так. А перспективы очень, на самом деле, понятные для нас. Целеполагание простое. Мы в течение ближайших двух-трех лет хотим выйти в топ-3 лучшей федерации Российской Федерации Джо Джо Джо. Это первое. Второе. Поскольку из ранее заданных вопросов у нас есть такие возможности, мы будем и на месте развивать, и людей приглашать. Плюс проводить мероприятия, которые были бы на хорошем организационном уровне, на всех смыслах. Для людей, прежде всего. Потому что часто организаторы путают, что соревнования для организаторов, а мы считаем, что соревнования для людей. Для спортсменов, для тренеров, для зрителей. Ну и для того, чтобы БЖЖ Фикс смог сделать хороший контент. Тогда 3-4 ключевые особенности турниров Тульской Федерации от Тула Упен, Куба Губернатора, от, скажем, других турниров по джиу-джитсу. Ну, к чему мы стремимся, я не хочу обсуждать преимущества или, напротив, недостатки своих коллег. Мы, я сейчас про нас хочу сказать, мы стремимся к тому, чтобы это был хороший тайминг, чтобы это были хорошие призы, чтобы это была хорошая площадка. Больше, назову, чем 3. Чтобы это были красивые медали и конкуренция внутренняя. Плюс медиа с нашей помощью, опять-таки. Потому что это надо отсвечивать, надо, чтобы люди видели и понимали, что такое джиу-джитсу. Поэтому вот эти самые важные вещи, там, на территории Тульской области, здесь есть такая площадка, мы должны это делать. Все просто, на самом деле. Это развитие спорта для того, чтобы вот эти вот юные ребята и девчата не болтались где-то по улицам, а занимались спортом и стремились к каким-то высотам. Им надо давать цели и полагания. Можно пафосно, конечно, говорить, но по-простому скажу, это действительно так. Потому что я вот сюда зашел сегодня и две очень важные для меня были картинки. Такая картинка самого зала и картинка энергии. Здесь много детей ходят, что-то радуются, хвастаются этими медалями, этими подарками, деньгами, которые они заработали. Мы деньги даем за первое место детям, взрослым, всем даем. Кто борется и получает от этого удовольствие. Вот наша задача. Ух ты, а поподробнее про деньги. Что там, что там про деньги? Деньги, деньги у нас за каждое первое место у нас есть полагается денежный приз. На награждение приглашаются до 14 лет, 38 килограмм. Лопатик, Никита, Джишкаря, Рима, Султанов, Тимур, Грачев, Егор. Лопатик, Никита, Джишкаря, Рима, Султанов, Тимур, Грачев, Егор приглашаются на награждение. Вот, сейчас Грачевы и Егоры наградят. Чем наградят? У нас получается за взрослых Адвальд это 15 тысяч рублей за первое место. Ю 21 до 21 года это 8 тысяч рублей. До 18 лет это 8 тысяч рублей. До 16 лет 6, 5 и 5. Ну, как бы по ранжированию по возрасту идет. Чем старше, тем больше денег. Ну, это справедливо просто, как минимум. Плюс мы дарим каждому участнику футболку фирменную этого турнира. Сладкие подарки от Белевской мануфактуры. Это очень классная пастила. Ну, и, собственно говоря, помимо того, что люди реально стараемся хорошо их судить, соблюдать тайминг, предоставить хорошую арену. Вы сами это все видите прекрасно. Это действительно так. Ну, в общем, что можно сделать для того, чтобы развивать живую жизнь, мы стараемся. Шикарно. Успехов. Спасибо большое. Всегда вам рады. А вообще, что скажешь про судейство на сегодняшнем турнире? Просто судейство на Невадзе это такая притча выизвется. На данном турнире особенности судейства. Как ты его оцениваешь как представитель судейского корпуса? На данном турнире все достаточно хорошо судейством. Почему? Потому что на каждом ковре представлен судья из, так сказать, мира БЖЖ, бразильского джиу-джитсу, который и сам судит на ковре, и в наличии спорных ситуаций консультирует главных судей по поводу определенной ситуации спорной, например. То есть, как там фиолетовые, коричневые, два черных пояса у нас, ну, я с Адамом Богдановым. То есть, мы, как сказать, все спорные моменты сразу смотрим, обращая внимание и разруливаем. В категории джувенайлов, так сказать, нас ожидают какие-нибудь горячие схватки? Может быть, ты обратишь наше внимание на кого-то, за кем особенно посмотреть? Да, Матвей Кузовенков борется в Ю-18 перспективный, фиолетовый пояс хороший. В Ю-21 хорошие ребята молодые боролись. Марк Аксенов, Макс Куржонков, это призеры Чемпионата мира по юниорам, сейчас не помню, кто по Ю-18 или по Ю-21. Показали красивую борьбу, со взрослыми поборолись. До финалов не дошли, но бронзовые медали выиграли. Марк Аксенов занял первое место по взрослым. То есть, ну, юниоры такие хорошие, кто на международной арене выступал, ну, достойно переходят. А взрослый дивизион начинает показывать результаты там. Ну что ж, друзья, начинается, по-моему, самое мясо. То, ради чего стоило здесь задержаться. Категории Ю-16 и Ю-18, та самая надежда нашего спорта. Те самые молодые ребята, про которых 5 лет назад говорили, вот через 5 лет мы будем давать жару на международной арене, и уровень наших 16-17 летних пацанов будет огонь. Вот сейчас мы его и посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Удивительный и очень важный момент В категориях девушек достаточно плотной сетки То есть о чем это говорит? Что сейчас девчонок борцов по 16-18 лет Достаточное количество А значит через буквально 1-2 года Дивизионы девушек-адалтов По пурпурным, коричневым, а может быть уже даже и черным поясам Будут также заполнены Это прекрасно Наш спорт хорошеет Субтитры сделал DimaTorzok Вопросы о том, что BG Freaks живут долго и уже достаточно долго наблюдают за некоторыми спортсменами Например, за Мирой Розенберг Мы начали наблюдать еще, бог его знает В каких годах, когда она была совсем маленькой девочкой С каким-то там желтеньким поясом Сейчас это прекрасная взрослая дама Да, выступает она там в категории U-18 Но это тот самый момент, когда мы видим рост поколений Нового поколения джитсеров в Российской Федерации ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, друзья, конец первого дня Кубка губернатора Тульской области по джиу-джитсу Весь день один, и я, кажется, справился Много увидел, много услышал Что нужно мне, то запомнил и сохранил А то, что можно и нужно увидеть вам Обязательно покажу Ну, собственно, наверное, уже и показал в этом влоге Скорее всего, вы сейчас видите последний кадр Ну, этой серии Всем пока! О, Адам! А ты же из Федерации Тульской области? Да... Ну, то есть ты тульский парень? Я туляк Туляк! Поблюже чуть микрофон, держи То есть ты знаешь, куда сейчас можно тусануть пойти в Туле-то? Наверняка все злачные места знаешь Ну, не то, чтобы все так, чуть-чуть смотрел Ну, то есть вот как тульский коренной вот Ну, не прям как коренной, так Чуть-чуть, чуть-чуть приезжий По наехавшей Ну, ладно, давай, посоветуй, куда сходить после того, как насмотрелся борьбой детской? Куда идти надо? Куда надо идти? Мне кажется, это здесь нельзя обсуждать Нас никто не слышит, мы один на один Макдональдс, вкусные, точка С таким вопросом лучше к ребятам подходить К другим К Анару, к Владу Они здесь больше тусуются Ну, вообще, джиттеры известные Тоже члены сборной федерации Тульской области Ходят в заведение под названием Салдамс в Туле Когда поступают на соревнованиях Салдамс? Да Ага А меня? Спасибо Спасибо Спасибо